Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонор Форта. Нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Сергей, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить экономические итоги года для России. И вот в связи с этим Путин месяцами заявлял о том, что экономический блицкрик против России провалился. А как вы думаете, провалился или нет? Экономический блицкрик – это вещь гораздо менее понятная, чем военный блицкрик. И его, наверное, невозможно реализовать ни для какой страны. Потому что экономика – это вещь, сильное существо, объект очень инерционный. В нем крайне редко что-то может случиться так мгновенно и радикально. Тем более, что сила давления или возможности давления на любую экономику связаны с тем, насколько экономика этой страны увязана в глобальные мировые цепочки. То есть, если вы представите, что есть страна, которая живет на острове, и у нее абсолютно натуральное хозяйство, которое не торгует ни с другими странами мира, то, в общем, давить на эту экономику достаточно бесполезно экономическими методами. Потому что она вообще ни от кого не зависит. И в этой связи, ну или вы берете другую страну, которая активно торгует, у нее доля торговли ВВП 90%, она заинтегрирована в финансовые системы, в транспортные системы, и вот окружена со всех сторон недружественными странами. И вот, соответственно, эту страну, наверное, экономически легче, ну, скажем так, подвергнуть давлению, нежели чем страну, находящуюся на острове. И в этой связи Россия, она занимает, я бы сказал так, положение близкое к острову. Потому что в глобальной цепочке создания стоимости Россия находится в самом начале. Она для мировой экономики, для всех остальных стран производит сырье. А без сырья современная экономика жить еще не научилась. И для того, чтобы нанести российской экономике серьезный удар в долгосрочной, ну, так, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе, в краткосрочной, нужно каким-то образом сделать, чтобы мировая экономика прекратила покупать российское сырье. Ну, а это, теоретически, конечно, все возможно, да, но просто это приведет к тому, что цены на сырье в мире возрастут на десятки, если не на сотни процентов, и мировая экономика попадет в тяжелейшую рецессию, которая может продлиться несколько лет. И очевидно, что в данном случае цена вот такого давления на российскую экономику будет запредельно высокой, и на нее никто не готов был идти. Это было ясно с самого начала. Поэтому, когда мы говорим об эффекте санкций, блицкрик или не блицкрик, возможно, этот термин можно использовать к финансовым санкциям. И здесь я бы сказал, что на первом этапе, в первые две недели, после 24 февраля, финансовые санкции, введенные в отношении в России, они привели к краткосрочному успеху. Потому что российский финансовый рынок оказался заморожен, рубль девальвировался почти в два раза, фондовые рынки закрылись, валютные рынки закрылись, банки находились в состоянии гомотозном. В общем, но это длилось две недели. Исферация разогналась до 10% в месяц. То есть, в принципе, вот этот вот блицкрик удался, но, как знаете, как с этим сталкивался там Наполеон в 1812 году, Россия очень большая страна, и даже дойдя до Москвы, вы не гарантированы в том, что вы одержали победу. Но то же самое и здесь. Финансовые санкции, они работают очень, могут работать очень быстро, но в дальнейшем любая экономика к ним может привыкнуть. И мы это видим на примере и Кубы, и Ирана, и Северной Кореи, и Венесуэлы. И в этом отношении российские власти нашли очень эффективное в краткосрочном плане противоядие. Они превратили рубль в неконвертируемую валюту. Цена будет нарастать с каждым годом в будущем, но, в принципе, в краткосрочной перспективе давление финансовых санкций, вот этот вот блицкрик финансовый, его удалось погасить. С точки зрения отказа от российского сырья, мне кажется, что западные страны сделали то, что могли. Европа последовательно, постепенно отказалась, как основной покупатель российского сырья, отказалась от стали, от угля, от лесоматериалов, от покупки российской нефти, приходящей по морю. С 5 февраля мы ожидаем, что Евросоюз откажется от покупки российских нефтепродуктов. Благодаря мудрой политике Владимира Путина Россия прекратила поставки газа на европейский рынок, то есть европейская экономика еще и газ перестала покупать. Но больше, наверное, сделать уже было ничего нельзя. Поэтому вот в краткосрочной перспективе я бы сказал так, что Россия была защищена структурой своей экономики от такого мощного блицкрига. Но если жизнь же она сегодня не заканчивается, только у Владимира Путина жизнь, это то, что сегодня. У него нет завтра, у него нет будущего. А если мы говорим о будущем российской экономики, то мне кажется, что давление технологических санкций, экспортное ограничение, изоляция России от глобальных достижений науки, технологий, производства, это будет тяжелейшей нагрузкой на российскую экономику в течение следующих многих-многих лет. Поэтому, да, разрушить российскую экономику не удалось, но ровно потому, что это экономика, которая находится почти что на острове. Но, с другой стороны, цена санкций будет нарастать с каждым днем. Вы знаете, как-то издание «Медуза» написало, ссылаясь на свои источники в администрации президента России и в ФСБ о том, что за несколько дней, буквально до того, как Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции, Эльвира Набиулина, глава Центробанка, она встречалась с ним лично для того, чтобы объяснить все эти последствия, которые будет иметь для экономики полномасштабное вторжение России в Украину. Как мы можем уже себе прекрасно понимать, он не прислушался к ней. Тем не менее, множество бизнес-лидеров, экспертов по вопросам экономики сходятся на том, что Эльвира Набиулина предприняла колоссальные попытки для того, чтобы минимизировать все те удары, которые пришлись по российской экономике. Как вы думаете, получилось ли у нее минимизировать эти удары? Когда Набиулина и по сообщению «Медузы» вместе с Германом Грефом пришли к Путину, они не знали о том, что Путин готовит полномасштабное вторжение в Украину, и они, в принципе, говорили об угрозе западных санкций. Поэтому нужно хорошо понимать, что они ему рассказывали какое-то свое видение, какие-то сценарии без увязки с политическими амбициями Путина. Второе замечание, которое я хочу сделать, что нужно очень хорошо понимать психологию Владимира Путина. И в моем понимании для него нет пока предела цены, которую он не готов заплатить за уничтожение Украины как самостоятельного государства. Мы видим, что он бросает под нож и текущий уровень жизни, бросает под нож и будущее страны, разрушает интеград то, что достигало на протяжении 30 лет. Россия интегрировалась в мировую экономику, он все это рушит, ему все равно. Поэтому поверить в то, что он мог послушать Набиулину или Грефа, который ему рассказали бы, что там экономика упадет на столько-то или на столько-то процентов, для него это не имело никакого значения. Это нужно очень хорошо понимать. И даже сейчас. Мне кажется, что психическое состояние Путина, оно настолько неадекватное, что он не понимает, что будет происходить с Россией в будущем, и, в принципе, на это не обращает внимания. Если говорить о Больвере Набиулиной и о действиях вообще, наверное, более широко экономического блока правительства, да, конечно, действия экономического блока привели к тому, что в краткосрочной перспективе ситуацию удалось успокоить. И, ну, знаете, как вот, в принципе, я бы провел такой пример, что вот вы шли по лесу, поранили палец, не знаете, что делать, и обрубили руку по самому локоть. В принципе, вы решили проблему заражения пальца. Но цена этого решения, она достаточно высока. То есть в краткосрочной перспективе у вас нет проблем, у вас заражений на пальце нет. Но в долгосрочной перспективе вам жить предстоит без руки. Вот Эльвера Набиулина сделала примерно то же самое с российской экономикой. Вот смотрите. Например, российским компаниям запрещено платить дивиденды в пользу иностранных акционеров. Российским заемщикам запрещено платить проценты по кредитам, полученным от иностранных кредиторов. Там российским компаниям запрещено платить ройалти за использование интеллектуальной собственности. Ну, то есть они теоретически могут платить, и все это приходит на счета типа С, из которых конвертировать деньги в доллары, в евро и так далее невозможно, и вывести из страны нельзя. И понятно, что вот этот вот навес, который будет нарастать с каждым годом, он будет расти, расти, расти. То есть в текущей ситуации, да, конечно, вот этот отток капитала из России по линии официальных таких каналов, очевидно, он прекращен. То есть сделать это невозможно. Это уменьшает давление на курсы рубля. Но в тот момент, когда, не знаю, там, Набиулина, Иванов, Петров, Сидоров станет председателем Центрального банка, а Сидоров, Петров, Иванов станет президентом России, и нужно будет все эти ограничения снимать, то вот над российским валютным рынком будет висеть такой огромный-огромный колоссальный финансовый навес, примерно похожий, ну, по характеру, на инфляционный навес, который был после развала экономики Советского Союза. А с другой стороны, российская экономика, банки, компании, государство столкнется с огромным количеством юридических рисков, когда кредиторы, заемщики, акционеры будут выставлять России судебные претензии и требовать компенсации. Поэтому, когда мы говорим эффективно или неэффективно, нужно хорошо понимать, что есть короткий горизонт, что да, в течение 2022 года действия экономического блока российского правительства они привели к тому, что ситуацию удалось стабилизировать. Но когда мы говорим о долгосрочной перспективе, это стабилизация, которая будет стоить очень и очень дорого следующему поколению министров экономистов. Сергей, хотелось бы с вами обсудить цифры, которые в прошлом месяце обнародовало Министерство финансов России. Цифры эти свидетельствуют, что ключевой экономический показатель, то есть налоговое поступление от всех секторов экономики, кроме нефтегазового, упал на 20% в октябре по сравнению с прошлым годом. А Росстат сообщил, что продажи розничной торговли в сентябре снизились на 10% по сравнению с прошлым годом, а грузооборот на 7%. Тут просто понимая, что и Министерство финансов, и Росстат, это все государственные органы, которые контролируются, безусловно, сотрудниками ФСБ, и они публикуют те цифры, которые им скажут опубликовать. Как бы вы их оценили, эти цифры? Насколько они соответствуют действительности, как думаете? Мне кажется, что цифра падения розничного товарооборота на 10%, она соответствует действительности, примерно соответствует действительности. С одной стороны, подтверждением этому является то, что в России практически остановилась инфляция, а отсутствие роста цен – это один из индикаторов резкого падения спроса. Когда население беднеет, когда инфляция в начале года в феврале-марте разогналась и съела доходы населения, когда люди лишились зарплаты или части зарплаты, то понятно, что они покупают меньше, и поэтому дальше все с точностью до оценки Росстата. 10%, 9%, 11%. Но с учетом того, что Росстат вот эти минус 10% дает достаточно последовательно, начиная с апреля месяца, и что эти 10% раскладываются, там, минус 2-3% по продовольствию и минус 18-20% по непродовольственным товарам, и Росстат дает достаточно большую разбивку по отдельным товарным позициям, мне кажется, что вот этой цифре, наверное, ну, я, по крайней мере, ей верю, да, у меня нет оснований считать, что Росстат здесь сильно нас как-то обманывает, да, или находится под чьим-то влиянием. То же самое мне относится к информации, которую дает Министерство финансов. Понимаете, вот Министерство финансов либо публикует информацию о бюджете в том виде, как он реально существует, либо есть гораздо же более простой способ, по которому пошли, да, просто закрывать статистику. Вот там, например, Минфин вообще, в принципе, закрыл статистику по направлениям расходов российского бюджета. То есть вот разбивка расходов по отдельным статьям, она отсутствует, да, и просто дается общая сумма. В принципе, могли бы делать то же самое и с доходами. Но, тем не менее, Минфин дает достаточно подробные данные, например, по нефтегазовым доходам, которые позволяют понимать, что происходит, и дает сокращенные данные по общим доходам. Поэтому я им доверяю. Они, ну, как сказать, я не вижу пока серьезных, вообще не вижу противоречий, где это могло бы вылезти, да, потому что вот расходы увеличиваются, да, они растут, они идут примерно к тем цифрам, которые правительством намечены как годовые расходы. Поэтому я пока, честно говоря, у меня нет оснований подвергать эти цифры сомнению. У России есть такая кубышка, назовем ее так, как фонд национального благосостояния. Состоит он, если не ошибаюсь, то ли из 10, то ли из 12 триллионов рублей. И в этом году оттуда уже дернули 1 триллион рублей. При этом в следующем году заложено взять оттуда еще 2 триллиона рублей. Скажите, вот сколько таких кубышек есть из России, откуда можно то сегодня, то завтра дергать денежку? Это первое. А второе, эти же кубышки, они же все не бесконечные, даже если их очень много. Сколько там денежек в принципе есть, условно, на сколько еще хватит и воевать, и поддерживать штаны? Во-первых, есть вот эта официальная кубышка, которую вы назвали абсолютно правильным фондом национального благосостояния. Ну и проще ее оценивать в процентах ВВП. Вот на 1 ноября она составляла 8% ВВП. Соответственно, до конца года планируют потратить до 1%. Останется 7% ВВП, и 2% ВВП хотят потратить в следующем году. Соответственно, 8 минус 1 минус 2 на конец 2023 года может остаться примерно 5% ВВП. Ну то есть понятно, что вот тех денег, которые есть в фонде национального благосостояния, их хватит, чтобы закрыть тот плановый дефицит, который сегодня есть в российском бюджете. Другое дело, если расходы будут наращиваться, если экономика будет хуже, если инфляция будет выше, но это все вот какие-то такие гипотетические вещи. Опять-таки, вот оценка того, что на конец 2023 года будет 5% ВВП в этой кубышке, ну в общем, говорит о том, что пока российский бюджет находится в достаточно устойчивом состоянии, в том плане, что деньги на расходы будут. А есть ли другие кубышки? Ну я бы сказал так, что вот резервов денег, конечно, у Минфина таких больших нету, но у Минфина есть серьезный административный ресурс, который называется «Возможности повышения налогового давления». И в этом году мы увидели, как Минфин резко усилен налоговое давление в 2022 году на нефтяной сектор. В России есть такая система хитрая, когда Минфин выстраивает особые отношения с нефтепрорабатывающими заводами, чтобы они удерживали цены, розничные цены на бензин и на дизельное топливо. Увязки, если разрыв между внутренней ценой и европейской ценой растет, то Минфин компенсирует нефтепрорабатывающим заводам, НПЗ, какие-то деньги. Вот в этом году Минфин резко уменьшил вот этот уровень компенсации и, соответственно, стал недовыплачивать НПЗ в последние пять месяцев примерно по 100 миллиардов рублей в год. Соответственно, вот вам полтриллиона рублей в год получилось, а полтриллиона – это, чтобы мы понимали, примерно 0,4% российского ВВП. То есть вот назвать это в полном смысле кубышкой, наверное, нельзя. Но то, что Минфин этим… у него есть такие инструменты давления – это точно. Совершенно неожиданно для меня в этом году стало то, что есть… Знаете, как у Владимира Путина есть персональная кубышка, и она называется «Газпром». Вот «Газпром» для Путина был такой священной коровой, и много-много лет Путин категорически стоял просто грудью, не разрешал Минфинам повышать налоговое давление на «Газпром». А в этом году вот что-то его прорвало, и, видимо, какие-то аргументы у министра финансов, у председателя правительства российского нашлись, и Путин согласился с тем, что с «Газпрома» взяли 1 триллион 200 миллиардов рублей, соответственно, практически 1% ВВП в качестве дополнительного налога, который забрали с него осенью. И на следующий год, на 2023 год, опять запланировано повышение налога на добычу полезных ископаемых на нефть, на газ, на металлы, на удобрения, на уголь. То есть вот это не в полном смысле кубышка, где вот деньги лежат, и их можно забрать. Но это те возможности, которые Минфин видит для повышения налогового давления на сырьевые отрасли. И поэтому она тоже, наверное, по откровенности надо говорить, что эти возможности еще не до конца исчерпаны. Вы знаете, Сергей, вот когда речь заходит о нефтегазовых доходах Российской Федерации, и в связи с введенным эмбарго на нефть с 5 декабря, в связи с отказом от российского газа Европой с 5 февраля, о которой вы сказали, я вот думаю, ну, то, что Европа отказывается от нефтегазовых продуктов в России, это одна история. Другая история, что Россия же все равно найдет, кому это продавать. Правда же? Нет, это не совсем так. Ну, знаете, как нефтегаз, углеводороды в широком смысле слова, нефть, газ, нефтепродукты, они же все по-разному и торгуются, транспортируются. И понятно, что вот, например, та российская нефть, которая в Европу транспортировалась танкерами, в принципе, танкеры сейчас уже плывут в Индию, в Китай, в другие страны, и в этом отношении уже почти три четверти той нефти, которая шла в Европу танкерами в начале года, она идет в другие регионы. То есть вот перенаправить нефть оказалось достаточно просто. Да, это стоит дороже, логистика дороже, танкеры нужно арендовать на более длительные сроки. Россия там создала кучу компаний, которые закупили, что называется, используя старые 15-20-летние танкеры, которые будут возить эту нефть в обход всевозможных ограничений. Но, тем не менее, вот нефть можно перевезти и куда-то еще продать. Соответственно, условные Анголы или Арабские Эмираты, которые раньше продавали нефть в Индию или в Китай, сегодня продают нефть в Европу. Поэтому это такая игра, что Европа заменила потребителей, поставщиков нефти вместо России. Это опять логистика дороже, чуть-чуть дороже, но в принципе Европа получает ту нефть, которую хотела. Есть газ. Да, сразу мы говорим о том, что на сегодня нет никаких европейских или американских санкций, которые ограничивают продажи российского газа в Европу. Но здесь нужно сказать спасибо Владимиру Путину, которому своим болевым решением еще летом прошлого года начал постепенно закручивать крантик поставок газа в Европу. И там он уже на три четверти экспорт газа в физическом выражении упал. То есть в деньгах пока газпром еще чуть-чуть в плюсе, но это скоро закончится. И вот газ идет в Европу по трубе. И это фактически есть там две трубы. Одна идет сейчас через территорию Украины, другая идет через территорию Турции. И, соответственно, там украинская труба используется меньше, чем на 25%. Труба, идущая через Польшу и Беларусь, закрыта из-за санкций польских. Северный поток не работает из-за взрывов на поток. И, соответственно, вот эти трубы газовые, их нельзя развернуть. То есть вот эти трубы идут, условно говоря, с Ямала в Европу. И развернуть их в Китай нет никакой возможности. То есть вот просто у «Газпрома» падает добыча, она упала уже на 20%, и никуда этот газ продать нельзя. Потому что хранилищ газа у России нет, у «Газпрома» нет в таких объемах. Ну и, в принципе, невозможно газ накапливать все время. Соответственно, экономически, наверное, в какой-то долгосрочной перспективе можно построить заводы по сжижению газа на берегу Северного Ледовитого океана. Но это опять нужно время на строительство. Технологии для заводов СПГ, они европейские или американские. Соответственно, ограничений нельзя их купить. Короче говоря, вот этот вот газ, который шел раньше в Европу, его никуда продать нельзя. Теоретически, опять, теоретически можно построить новый газопровод с Ямала в Китай, который будет другим, он никак не связан с силой Сибири, абсолютно другая система, но он будет опять несколько тысяч километров, на его строительство уйдет много-много лет. Самое главное, что Китай пока что не горит желанием вести переговоры, заключать какие-либо контракты с Россией на эту тему. Поэтому вот снижение поста падения экспорта газа, падения добычи газа, это уже для России безальтернативно, ничего сделать нельзя. Самая большая загадка, она с российскими нефтепродуктами, потому что у России НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, не очень высокого качества. Они не могут перерабатывать, у них глубина переработки, так называемая, существенно ниже, чем у европейских компаний, и поэтому у России большое количество мазута, как остаточного продукта. И Европа закупает практически три четверти российского мазута, который Россия производит, добавляя его как сырье для своих НПЗ, и перерабатывает. Плюс у России такая структура НПЗ производства, что весь бензин, который производится, он потребляется внутри России, практически не экспортируется, а дизельное топливо, половина примерно, экспортируется в Европу. И, соответственно, Европа прекращает покупать дизельное топливо, найти других потребителей дизельного топлива будет очень-очень тяжело, и плюс Европа прекращает покупать мазут. Но у вас, как у НПЗ, это все в пакете. То есть вы не можете не производить мазут, потому что это производство по остаточному принципу, это остатки. И, соответственно, структура бензин-дизель, она может меняться в очень ограниченных масштабах. Вот, соответственно, насколько сильным будет удар по российской нефтяной отрасли в этом отношении. Пока еще, мне кажется, можно строить разные гипотезы, но мы должны понимать, что Россия в виде нефтепродуктов экспортирует примерно четверть добываемой нефти. И почти все идет в Европу. То есть вот теоретически максимальное давление на российскую нефтяную промышленность – это примерно четверть добычи нефти. Сколько оно будет в реальном выражении, мы можем только догадываться. Скажите, а как война и введенные санкции и экономические потери для государства сказались и еще скажутся на жизни обычных россиян? Ну, мы же с вами начали наш разговор с того, что розничные продажи в России упали на 10%, в том числе непродовольственных товаров на 20%. Вот это и есть самый хороший показатель падения жизненного уровня россиян. Можно все, что угодно считать в терминах статистики, как реальные располагаемые доходы, считать сумму денег, спережения, вычеты, дефляторы и так далее. Но в конечном итоге уровень жизни населения – это количество, объемы потребляемых товаров и услуг. Вот если население потребляет товаров, непродовольственных на 20% меньше, чем потребляло год назад, но это и есть самый яркий показатель того, как живет население. То есть голода нет, падение продаж в продовольствии 2-3% к прошлому году, то есть это означает, что, в принципе, чуть-чуть стали меньше есть. Но то, что перестали покупать новые автомобили, продажи которых сократились в 4 раза, прекратили покупать многие товары, не знаю, одежду, обувь, электронику, бытовую технику, парфюмерию, которые привозились из западных стран. Да, все это есть. И, в общем, жить стало хуже. Это факт. Сколько времени, как вы думаете, понадобится российскому государству для того, чтобы восстановиться экономически? Уже тогда, когда, понятное дело, падет режим Путина, когда Россия станет на демократические рельсы, когда снова начнет искать и находить общий язык с международными партнерами. Сколько, по-вашему, понадобится времени для того, чтобы вернуться экономически хотя бы до 23 февраля 2022 года? Сергей, понимаете, это очень хороший вопрос, но на него нет однозначного ответа, потому что все дело в трактовке. Вот, смотрите, мы берем 25 октября 1917 года. Октябрьский переворот или Октябрьскую революцию, как хотите ее называйте. Вот в тот момент Финляндия была частью Российской империи. И значительная часть Польши была частью Российской империи. И мы можем считать, что экономический уровень развития Российской империи Польши и Финляндии были примерно одинаковыми. К 1991 году, через 75 лет, Финляндия стала одной из наиболее развитых стран мира. А Советский Союз, несмотря на все успехи, индустриализацию, коммунизацию, космос, атомно оружие, авиацию, все-все-все, дико отставал от Финляндии. Но при этом был примерно, наверное, на одном уровне с Польшей. То есть вопрос. В принципе, Советский Союз, там, уровень 1913 года, ну, не знаю, там, в 30-м году уж точно превзошел. Но от Финляндии он отстал навсегда. В 91-м году Россия, как наследница СССР, была примерно на одном уровне с Польшей. Там, можно спорить, примерно на одном уровне. Сегодня мы понимаем, что прошло 30 лет, и Польша ушла далеко вперед. Россия уже от Польши, видимо, отстала навсегда. Хотя Россия выше уровня 1991 года уже давно по экономике. То же самое и сейчас. Ведь вот пик российской экономики, это был, там, середина 2014 года. После этого российская экономика упала, и где-то, наверное, к 2019 году, в принципе, вот уровень, там, середина 2014-го был достигнут. То есть понадобилось 5 лет, чтобы выйти на тот максимум. Но вот если считать между серединой 2014-го и концом 2021-го, то есть вот до войны, вот эти вот там, сколько получается, 80,5 лет, то Россия, если бы она росла со скоростью мировой экономики, то ее бы экономика была на 20% больше. Да, потому что средний темп роста был всего 1% между серединой 2014-го и концом 2021-го. То есть вот эти вот 20% потерянного развития Россия, ну, так и не смогла восстановить. Да, и сколько лет на это дело понадобится, может быть, может быть, и никогда, знаете, если вы смотрите на график там какой-то американской экономики в ходе рецессии, там всегда рисуется, вот тренд, вот упали, и вот вышли на этот потенциал по всем показателям. То вот у меня ощущение, что вот в этой ситуации, в той, в которой Россия находится сегодня, у нее главная проблема будет то, что она начнет там, что бы ни происходило в российской экономике, ближайшие там 10, а может быть, и даже 20 лет, даже если Путин уйдет прямо в 2023-м году, Россия будет сильно отставать от того тренда, по которому она могла бы расти, если бы она росла как мировая экономика. И боюсь, что, ну, там уровень, уровень там 2021-го года или начала 2022-го года, ну, в конце концов, это, не знаю, там 2-3-4 года, это не очень важно, падение там точно совершенно на уровень там начала 2022-го года российская экономика скоро выйдет. Но вот выйти на тренд, который был там до начала 2014-го года, я боюсь, что российской экономике не удастся уже, может быть, там на протяжении поколений, может быть, двух поколений, а может быть, как Советскому Союзу не удастся никогда. Мы с вами общаемся в канун Нового года. Скажите, вы сейчас в Соединенных Штатах? Да. Вы знаете, я, вот, вам Википедия приписывает фразу, вы просто подтвердите или нет, она все-таки ваша или нет, что вы, как Карлсон, улетели, обещали вернуться и вернетесь. Ну, я не помню, говорил я такую фразу, но, может быть, и говорил. Вы знаете, вопрос возвращения в Россию, он же не поход в магазин или в клуб, да, где-то купил билет и пошопал. Вопрос, зачем? Я понимаю, что если я сейчас приеду в Россию, то я лишусь свободы. Да, и нужно ли мне это делать? Нет, я считаю, что не нужно. В этой ситуации лучше быть умным, чем смелым. Безусловно. Я у вас хотел спросить, при каких обстоятельствах вы готовы вернуться в Россию? Я готов вернуться в Россию, если Россия выйдет из вот этого состояния агрессивной державы, начнет трансформацию в сторону, там, реинтеграции в мировое сообщество, и если, там, в моей помощи, в моих усилиях будет потребность. Да, потому что, ну, вот просто так приезжать и, там, не знаю, жить в России, я, честно говоря, не вижу особого удовольствия, потому что то, что происходит и с российским населением, и со страной, ну, это страшные вещи. Да, и, наверное, я вот просто так жить в этой среде не готов. Если менять страну, если ее перестраивать, да, наверное, я готов на это потратить какие-то силы, время, жизнь свою. А вот просто жить там среди этих людей, которые поддерживают агрессивную войну, нет, пока у меня нет такого желания. Ну, и, наверное, не появится никогда. Я вам желаю, чтобы... Ну, будем реалистами, да, в 2023 году вряд ли так быстро Россия встанет на демократические рельсы, но пусть в 2023 году это будет год, в котором... который сделает все для того, чтобы Россия встала на эти рельсы, и для того, чтобы в Россию возвращались те люди, которые действительно ее любят, не так, как это показывает и рассказывает квасной патриотизм, да, там, Маргарита Симоньян, Скобеева и прочие Соловьевы, а любят абсолютно искренне и порой безвозмездным. Вы знаете, я бы так перефразировал, по-моему, это Минстон Черчилль сказал, что будьте реалистами, требуйте невозможного. Вот, я бы сказал так, давайте будем реалистами и мечтать о невозможном. То, что нам сегодня кажется неизбыточным, может прийти гораздо раньше, и пусть это будет нашей мечтой о наступающем новом году. Продолжение следует...